Сегодня, братья и сестры, нам с вами к слышанию дано Евангелие от Марка. Оно повествует о том, как мы просили Иисуса, тех, кто ходил за Ним и искал, в чем бы Его обличить. Попросили Его о том, откуда у Него власть делать то, что Он делал. Кто дал Ему эту власть? Кою областью сия творивший, кто дал тебе ее. Он же ответил им вопросом, прежде скажите мне, крещение, которое принес Иоанн, оно было от людей или свыше от неба? И посовещавшись, не смогли ответить Ему. Ибо сказали, мы не знаем. И Он ответил им, и я вам не скажу, чьей властью я это делал. Как разуметь это? Вот этот пример наглядный весьма, да? Часто человек в религии видит лишь механизм. Механизм, которым удобно управлять другими людьми и событиями. И в итоге все, что делается внутри этого механизма, превращается в некое подобие математической системы. Ты заплатил, тебе дали. Ты попросил. Может быть, дали, а может быть и нет, да? Всегда найдется тысяча отговорок, чтобы что-то придумать. Но никогда не найдется хотя бы одного честного слова. И вот этот, я бы сказал, эталон лицемерия, он давно уже в религиозных отношениях. Один из образов, который в памяти всплывает, да, когда Иуда пришел к первосвященнику, священнику, старейшинам, и сказал, я раскаиваюсь, вот вам ваши деньги. Они сказали, а нам-то что? Это тебе теперь жить с этим. Ты увидишь, что будет потом. Никто не думает о спасении других. Все думают о своей шкуре. И вот этот образец лицемерия явили те, кто носил на себе священное имя, священные одежды и слыл в народе эталон благочестия. Во время поста помрачают лица. Во время праздника стараются улыбаться как можно шире. Но все это ложь. Все это обман. Обман, который никуда не ведет. Они также радуются падению друг друга, когда кто-то из них спотыкается. Потому что снаружи ангелы, а внутри демоны. Демоны худшего покроют. Злые. И вот они смогли ответить на очень прямой вопрос. Откуда крещение Иоаннова от людей или все-таки свыше? Потому что расчет стал основой их жизни. Главное не потерять своего. Главное не проиграть. Главное – получить свою мзду. А остальное не важно. И знаете, скажу вот прямо, да? Спасать таких людей Невозможно. Они как древесины изъеденные червями. Ее уже никуда не приладишь. Это нечто мертвое. Не то, чтобы я их осуждал, да, но Сама по себе Я бы сказал, структура этой души Она уже не может Произвести что-то духовное, да? Она настолько закобылена Своими расчетами Что уже не может выйти за их пределы. И они отрицают чудо, конечно. Ганс-христиан написал замечательную сказку О том, как Юная дева пришла и спасла Одного такого вот Расчетливого, да, несчастного парня Который сидел в ледяной пещере И пытался найти из нее выход Да Не отрицаю Но в целом Эта ситуация обречена Проблема только в одном, да Люди измеряют Время своей жизнью А жизнь измеряет время вечности Потому люди часто спешат Они страстны Они хотят сейчас получить свое Да, это понятно Это понятно Потому что хочется увидеть Солнце правды Пока ты еще живешь Не откладывай это на потом Всякому Всякому И пытаются уйти И пытаются уйти от ответственности Главного Нет огня попаляющего скверну А раз нет огня попаляющего скверну То все Все гниет Все гниет Все гниет И те преступления Которые были совершены Сто лет назад Да Они так и остаются с нами Никто не ушел Все так и осталось Просто вывески сменили Сначала ЧК переименовали в НКВД НКВД в КГБ КГБ в ФСБ А суть-то осталась прежде Не ради людей Все происходит А ради систем Которые необходимо свести Все Цифры К нулю Все ради этого Но нет выхода в свет И не может быть Потому что человек Не является ценностью для нее А человек Это единственное ценное существо В этом мире Ценно не в плане Цены за которую Можно его купить Или продать Нет Совсем в другом плане Да В том смысле Что он что-то может Изменить каждый человек Но не было раскаяния Не было раскаяния никакого Никто не Изменился Чтить память Убитых Замученных Изуродованных Изнасилованных Людей В надежде В надежде на то Что Бог еще подаст За это Нам Какого-то добра При этом Не осудив зло Это Это значит Что мы подчинились Злу А покаяние Это когда мы Меняемся Меняемся полностью Когда Вчерашний разбойник Становится Святым человеком Но этого не произошло Мы сделали Ставку На силу И потому Мы погибнем От силы Которая Превзойдет Нас И количественные Качества Потому что Сила Силу Боя Но Любую силу Может убедить Правда Которая Дадут Эту Возможность А раз этого Не происходит Значит Не происходит Ничего И мы сидим В ледяной пещере И ничего Не можем сделать Мы окружили себя Формулами И надеемся На то Что они Растопят лед Но этого Не произойдет Формула Мертва Любая Формула Мертва Беза Действующая В нем Точнее В ней Да Жизнь Ну Некоторые Называют Это благодатью Да Дух жизни Да Который Действует Нет Они все Без благодат Сами По себе Уравнения Которыми Чтят Себе Некоторые Люди Да Что Вот Мы Что-то Делаем Да Мы Как бы Сказать Занимаемся Какими-то Важными Вещами Но Если Мы Сами Не Меняемся Внутри Происходящего Значит Ничего Не Происходит Я Недавно Беседовал С корреспондентом У нас Были Много Тем Для обсуждения Было Много Да И Вот Самое Интересное Что В опубликованное Интервью Не вошли Наши беседы О покаянии Да Все Можно было Да Говорит А вот А это Как-то Оно Не прошло Фильтр Может Показалось То ли Мало Интересно То ли Может быть Слишком Мало Места Было Для того Чтобы Уместить Я Ей Просто Рассказывал О том Что Такое Покаяние Исповедь Это Исповедь Это Всего Лишь Формула А покаяние Это то Что происходит Через Многие годы Иногда Через Десятилетия Когда На Выжженной Земле Растет Новая Жизнь Трава Святые Все Оживает И Начинается Жизнь В этом Мертвом Мире Покаяние Это огонь Огонь Попаляющий Человека До Последних Его Частиц В этот Момент Он горит Правда И эта Правда Начинает Остальных Тоже Изменять Кто-то Склоняется К Доброму Рядом С ним А кто-то Начинает Его ненавидеть Потому что Он обличает И Покаяние Это то Что Привело Многих Церковь Десятилетия Назад После того Как Советский Союз Распался И Жил Себя И Распался Как Искусственное Образование Да Поначалу Это Образование Действительно Было Крепким Потому что У людей Была Вера В будущее Которое Они строили А потом Эта вера Жила Себя Потому что Каждый Захотел Кусок От Наследства Которое Осталось Как в притче Ивановской Да Отец Дай мне Мое честь Наследство И я Пойду Прочи Не стало Веры Между Людьми Не стало Доверия Друг Ко Другу И потому Все В общем-то Распалось Разводилось И я скажу Что это Справедливо Так и должно Потому что Ложь Сколько ее Не подпитывая Она Все равно Губительная И опасна Для человека Как не тешь Себя иллюзиями Что Вот еще Немножко Да И мы тут Сведем Концы с концами Ничего не получится Ложь Останется ложью И дело Не в чистой Биографии И дело Не В Внешнем Благочистое Дело Совсем Другое Дело В векторе Твоей направленности А Вот эта Вещь Это Таинство Да Которое Происходит Во три Человека Куда Этот вектор Направлен В сей Момент Да Вот он Вопрос Вопрос из вопросов Да И поскольку нет Вот этого Раскаяния Которое Кстати было Было В людях Люди вдруг Обернулись Назад И Осознали Произошедшее Как ошибку Что необходимо Вернуться И что-то Исправить И многие Многие Пришли В храм Многие Начали Искать Правду А кто Ищет Правду Тот Блажен 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 Алчущий И жаждущий Правда И быти Насытится Правда Сама Их Найдет И насытит Но Многие На этом Пути Теряют То Зачем Они шли Ожесточаются И становятся Жестокими Вроде Искал Благо Да А нашел Злое Вроде Хотел Поправить Ситуацию А Обернулась Против Как Вот С запретом Плотно Вроде Получил Знание И стал Как Бог Пропал По сути Потому что Бездна Раскрывается Перед Кающимся Раскрывается Бездна Бездна Духовного Мира Ему страшно Становится Воистину Потому что Все в мире Движимо Духом И страшно Сделать Шаг Вправо И страшно Сделать Шаг Влево Он Как будто Заново Заново Учится Ходил Как будто Снова Родился На Свет Таково Состояние Подныкающего Человека Духом 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 Крещение Духом Духом Приходили 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 К нему Слушать И все Вы же Фарисеи Ходили К нему Потому что Боитесь Правды А вдруг Восстанет Она И вас Обличает Но пока Делаются Ставки На силу Сила И будет Бороть Силу До тех Пор Пока Не истребят Друг Друг Немного Правда Была И все Возможно Изменилось Не в ту Сторону Которую Хотят Некоторые Люди Чтобы было Сытно И Было Комфортно Нет Совсем Другая Суть Чтобы было Зачем Жить Потому что В ней Правда Жить Бессмысленно День Похож На день И смерть Как Абсолютно Выпиющее Событие Которое Просто Прекращает Еще Одну Жизнь Которая Была Незачем Ничего Просто Несколько Лиц Промекнуло В окошке Поезда А он Пошел Дальше А они Остались Где-то Соберясь И все Вот поэтому Иисус И говорил Бойтесь Закваски Пересей Очень легко Жить По форме Я не спорю Тяжело Потому что Это требует Тоже усилий Тяжело Скажем так Резать Полума Полума Не прибавится Если Руки И начнем Изменять мир Нет Не получается Сколько лет Прошло Фашист Более ранний Период Вроде Все Вот эти войны Они Под сенью Креста Свершались У многих Государств На гербе Крест И на знамена Креста А сколько Крови пролито Под этим Крестом А все Во имя чего Во имя сил Но Они правы И потому Как мы видим Не работает Этот расчет Не работает Можно обмануть Себя И понадеяться На то Что вот Все получится Вот надо Только вот Убрать Несколько Неугодных Сначала Десять Потом Тысячу Потом Миллионы А не получается Не срабатывает Эта система Потому что Нельзя Перестроить Дом Выдергивая Стенки Крпичи Рук Не сдали И кирпичи Погибли И сам Погибли Только единственное Что погубишь Собо Остану В этом Детали Человек А уповать На то Что у меня Есть власть И я вот Такой вот Уникальный Это же все Прелесть Духовная Обольщение Сам себя Прести Сам себя Помогли Ну хорошо Да Там где-то Может быть И демоны Помогли Но В итоге Ты же знаешь Правду Человек Где ты Оступился И где ты Спутыкнулся И потому Вопрос Получается Пройти Сквозь стену Вот Иисус Проходил Сквозь стену Согласно Писанию А Многие Знаете Вот стена Плащ Есть в Иерусалиме Да Головой Кивают Рядом А сквозь Сквозь тело Пройти Пройти Не Не Получается Потому Что они Себе Место Отмерили Устиной А дальше Не Получается Пройти Как Вот В одной Песне Хорошей Поется Сколько Не Жмись К стене Сквозь Нее Не Пройти Это Как Краса Ортодокс Который Ломает Голову Себе Устинный Плач 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 Посылает Какие-то Записочки Духовную Безду А Ничего Не Происходит Потому Что Обернись Назад И Ты Увидишь Люди Но Ты Не Хочешь Оборачиваться Назад Ты Хочешь Смотреть На Мертвый Камень Так Проще Смотреть В глаза Другим Очень Тешево Потому Что Можно Много Увидеть Аминь